Моя подруга убили, у меня на глаза. Я не знаю, это победа! Это Вика, может, помощь нужна? Вика, у нас взорвали политех. Это случилось в четверг, в самый разгар учебного дня. Вика, взрывы, стрельба, паника, десятки трупов. 19 человек погибли в Крыму от рук студента, убийцы Ростислава Рослякова, раненых больше 40 человек. Оккупированная Керчь. Слышать именно этот город в новостных сводках о теракте было уже очень странно. Главная тема – это Керчь. Страшная трагедия в политехническом колледже. Около часа назад стали поступать сообщения о взрыве в технологическом колледже в Керчи. Сегодня это город большой трагедии, большой боли. Но хотя бы потому, что до прихода русского мира о террористической угрозе Крым слышал лишь по телевизору. С началом оккупации город буквально наводнили. И ФСБ, и Росгвардия. Да что там! Мы годами слушали по федеральным каналам, что спецслужбы контролируют даже дно моря. Разведка Росгвардии способна найти и безвредить противника и в лесу, и в горном ущелье, и в море. А тут вдруг не заметили. Ни изготовление взрывного устройства, ни покупку оружия и боекомплекта ребёнком из малообеспеченной семьи. Родители Рослякова в разводе. Влад жил с матерью, санитарка и онкодиспансера. Готовился, собственно говоря, к этому расстрелу. Собрал две бомбы. Представьте себе, в 18 лет купил ружьё и патроны. Мы не будем уподобляться тем, кто без суда и следствия кричит «Виноваты вот они!». Вариант того, что у парня реально поехала крыша, вполне можно допустить. Замкнутый, держался особняком, успеваемость без проблем. Просто какой-то образцовый студент. В таких случаях психологи вспоминают поговорку про тихий омут. Но знаете, в этой истории столько лжи, пропаганды и нестыковок, что нельзя не задать уточняющие вопросы. 19 человек убиты в Крыму. Студент четвёртого курса, 18-летний Владислав Росляков. 22-летний Владислав Росляков. Сначала открыл стрельбу по учащимся и преподавателям из ружья. Потом привёл в действие самодельное взрывное устройство. Да, устроил всё это, настоящую бойню. Нестыковки с возрастом – это просто детский лепет на фоне глобальных вопросов. Можно сколько угодно играть в конспирологию, но очень сложно не заметить одну закономерность. По удивительному стечению обстоятельств, теракты на подконтрольных Кремлю землях всегда случаются в период масштабных кризисов. Митингующие в столице Ингушетии объявили бессрочный митинг. Жители республики недовольны решением власти пересмотреть административную границу с соседней Чечнёй. Русская православная церковь заявила, что вынуждена разорвать отношения с Константинопольским патриархатом. И рекордных падений рейтинга Путина. А рейтинг популярности Владимира Путина упал ниже уровня пятилетней давности. Когда народ нужно всеми силами отвлекать, искать внешнего врага, замешивая ненависть на крови. Мы помним, кто засылал диверсионно-террористические группы в Крым. Кто это делал, кто давал на это санкции, кто реализовывал. Да-да, вы не ошиблись. Без всякого суда и следствия федеральные каналы быстренько нашли виновных. Чуть ли не из каждой дырки Украину обвиняли в терроризме. Украинцы угрожали. Безусловно. Взорвать Керченский мост. Только оттуда звучали угрозы в адрес Крыма. А пацана, расстрелявшего учеников в колледже, моментально сделали членом правого сектора, свидетелем Яговы и агентом Госдепа. Владислава Рослякова сейчас усиленно проверяют на связи с экстремистами. Правда, не религиозными, а из запрещенных в России правого сектора Украины и УНАУНСО. Семью керченского стрелка нельзя назвать благополучной, так как отец жил отдельно от семьи, а мать увлекалась запрещенными в России учением свидетелей Яговы. Хотя было достаточно и двух минут, чтобы найти в соцсетях страницу Владислава Рослякова и увидеть, что паренек был настолько членом правого сектора, что регулярно постил у себя боевых недоросов. И глядя на слаженную работу пропаганды сразу после трагедии, невольно отмечаешь просто нереальное число аналогии с прошлым. Их надо уничтожать, их надо мочить в сортирах. И если они находятся на территории другой страны, уничтожать и там. Да-да, все так. В эфире федерального канала снова прозвучала легендарная мочить в сортирах. Их надо уничтожать, их надо мочить в сортирах. Оригинального автора все хорошо помнят. Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту, в аэропорту. Вы уж меня извините, в туалете поймаем. Мы и всякие их замочим. А еще помнят и кровавую мясорубку, устроенную Путиным под лозунгом борьбы с терроризмом. Вот только есть нюанс. Судя по риторике федеральных каналов, это уже не внутрироссийские разборки. Единственная сторона, которая крымчанам угрожала, это... Вы сами знаете, кто. Они же говорили, что они будут проводить и теракты в том числе. Украинские диверсанты угрожали. И это, конечно, сложно забыть. Еще раз, мы никого не обвиняем и не делаем выводов. Но опять-таки, сейчас, как и в конце 90-х, после каждого теракта обнаруживалось огромное количество нестыковок. 23 сентября страницы газет взрываются новой сенсацией. В Рязани был назначен и подготовлен очередной террористический акт. Чудом предотвратили взрыв жилого дома. Да-да, никто ничего не забыл. После взрывов многоквартирных домов в Москве, мешки с гексогеном нашли у себя в подвале и жители Рязани. У жильца 77-ми квартирного жилого дома в одном из спальных микрорайонов Рязани сообщили на ближайший пост милиции, что возле подъезда стоит подозрительная машина. Прибывший наряд обнаружил в подвале три мешка. Предварительный анализ дал положительную реакцию на гексоген. Разгорелся большой скандал, ведь люди видели, что тащили мешки вовсе не кавказцы, как уверяли по телевизору. Водитель автобуса Алексей Картофельников замечает у своего дома номер 14-16 по улице Новоселов странную сцену. Двое мужчин и одна женщина выгружают из багажника машины и переносят в подвал какие-то мешки. Чуть позже экспертиза подтвердила, в мешках действительно был гексоген. И к ФСБ возникали самые прямые вопросы. Напомним, тогда пропаганда решила ломать через колено. Людям просто сказали, вы все врете, это были учения, а в мешках был сахар. Спустя сутки спецслужбы сообщили, что это были учения и извинились перед жителями города за причиненные беспокойства. Это было учение, там был сахар. Анализ содержимого мешков показал наличие паров мощного взрывчатого вещества, гексогена. И подобных залетов, ну, просто масса. Вы помните, например, как спикер Госдумы во время заседания рассказал о взрыве дома в Волгодонске за три дня до трагедии? Тогда Жириновский прямо в Госдуме одним прямым вопросом поставил ФСБ на колени. Вы нам в понедельник сказали, что дом в Волгодонске взорван за три дня до взрыва. Это же может быть провокацией, если государственная дума знает, что дом уже взорван в понедельник, а его взрывают в четверг. Еще раз, Селезнев на заседании Госдумы сказал о теракте, как о состоявшемся за три дня до теракта. Вы нам в понедельник сказали, что дом в Волгодонске взорван за три дня до взрыва. И вот скажите, после такого, что все это конспирология, теперь вы понимаете, почему, слушая новости из Керчи и анализируя очередные тонны вранья, невольно начинаешь думать, что все не случайно? Непонятно, как один подросток мог организовать такой теракт. В этом случае мы вспоминаем Бесланскую трагедию, взрывы на Каширском шоссе, мы вспоминаем Буденновские взрывы. Как бы при всех провалах во внутренней политике и внешней надо какой-то найти опять внешнего врага. И этим они сейчас упорно занимаются. Мы не Следственный комитет России и даже не Оля Скобеева. И называть виновных через пять минут после трагедии мы не будем. Угрожали нам только из Украины. Мы просто зададим несколько простых вопросов. А кто прав, кто виноват, решайте сами. Итак, Керчь после оккупации Крыма стала оплотом всех кремлевских спецслужб. Контрдиверсионные подразделения занимаются защитой моста. Росгвардия создаст морскую бригаду для охраны моста через Керченский пролив. Но еще до моста, через переправу, шла военная техника. То есть количество спецслужб, конкретно в Керчи, всегда зашкаливало. И вот в городке, еще раз, в городке, Керчь это вам не Москва, здесь все на виду. Ребенок из малообеспеченной семьи. 18-летний подросток покупает себе сейф, ружье и патроны. И может потратить 50 тысяч рублей, учитывая, что семья не богатая. Покупает оружие и, внимание, почти 150 патронов к нему. Разрешение на владение оружием 18-летний юноша получил 8 сентября, 40 дней назад. А 13 октября купил 150 патронов. И ой, спецслужбы об этом знали. Рассказать, почему мы в этом уверены? Да потому что для того, чтобы купить даже помповое ружье, нужны справочки. У него было разрешение на оружие, таким образом... Вот справа это удостоверение, и вот слева его паспорт, да. ...по закону, совершенно легально. Информация по каждому обладателю справочек всегда, еще раз всегда, уходит в компетентные органы. Так вот, что ружье, что патроны стоят немалых денег. Ружье 1020, 15 коробок патронов, еще около 6, плюс официальные платежи за лицензию, обучение в стрелковом клубе, получается минимум 1035-40. Во-первых, сумма для ученика из бедной семьи просто нереальная. В сумме это получается для данной семьи, это кратно превышающий, так сказать, месячный заработок. Во-вторых, очень слабо себе представляем, что такая нетипичная покупка прошла мимо местных ФСБшников. Не каждый же день «Школота» целый арсенал покупает, а ведь там еще и взрывчатка была. В рюкзаке дымовые шашки, множество патронов. В сумке, которую убийца принес с собой, находят самодельные взрывные устройства. Откуда взрывчатка, ребят? Из военторга? Все как Путин завещал? Пойдите в магазин, и вы купите там любую форму. При том, что и взрывчатку, и оружие пацан не только купил, но и пронес в колледж. Куда в течение почти 15 минут после начала бойни не приехала ни одна из силовых структур. По сведениям очевидцев, взрыв произошел во время перемены, а после в течение 15 минут шла стрельба. Еще раз, 15 минут. В маленьком городке, с учетом покупки оружия и непонятно где взятых взрывных устройств, это либо космическая некомпетентность местных силовиков. Очень большое количество, связанное с недопросовестным исполнением своих обязанностей, большого количества разного рода должностных лиц. Либо... Возможно, к этому причастны российские спецслужбы, поскольку подростку, который недавно закончил школу, подготовить такой теракт довольно сложно. Возможно, они используют старую добрую технологию для поднятия рейтинга и Путина. Вот это либо нам кажется весьма вероятным. Нет, не только потому, что устроить реки крови именно сейчас и мобилизировать народ на ненависть к Украине кое-кому очень выгодно. Здесь вообще разговоры не может идти о чем-то другом, нежели как о войне, о террористическом акте против нашей страны, против Керчи, против крымчан. Мы не обвиняем здесь украинский народ, мы обвиняем ту клику, которая находится у власти. Нет, у нас все те же простые вопросы к нестыковкам. Вот посмотрите, например, на посмертное фото вроде как убийцы. Так вот, после выстрела, картечью на волка, да еще и с близкого расстояния, от головы не осталось бы ничего. Об этом вам любой охотник скажет. И это уже не говоря о том, что оружие всегда отлетает, а не вот так вот аккуратненько лежит рядышком. Добавим сюда показания свидетелей, о том, что нападающих было несколько. Говорили, что их человек 9. Их было несколько, потому что стрелялись с нескольких сторон. И получим на выходе, ну, очень странную историю. Историю, в которой в нужный для Кремля момент раздаются взрывы, льется кровь. И снова, как и 20 лет назад, народ готов сплотиться вокруг лидера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин